Зачем космонавтам в рацион ввели спирулину? Уже с 70-х годов. Почему в наши дни она жизненно необходима всем людям, кто хочет жить дольше и качественнее? Сегодня вы узнаете о составе спирулини. Вся ли спирулина одинаково полезна? Есть ли вред какой от спирулины? Какую спирулину разумнее всего есть? Как и сколько? Я расскажу вам про свой эксперимент о содержании всей водной экосистемы только на спирулине и хлорелле. И многое-многое другое вы узнаете совсем скоро. Итак, спирулина это особые специфические сине-зеленые водоросли нескольких видов. В природе спирулина растет только в трех озерах. Первое это озеро Чад в Центральной Африке. Второе место находится в Латинской Америке. Это озеро Тескока. Оно находится в Мексике на высоте 2239 метров над уровнем моря. Озеро солоноватое. Сейчас его уже практически нет, так как его осушили при мелиорации. А раньше местные племена ели спирулину и, кстати, очень долго жили. И третье место это горное озеро в Китае Цингхай или Чингхай. Об этом в конце видео расскажу подробнее. Сейчас в наши дни 99% спирулины, которая продается в мире, это лабораторно произведенная спирулина на химикатах. Имейте это в виду. Состав спирулины уникален. В ней есть все витамины группы В, кроме В12. Ну, имеется в виду ее рабочая модификация. Кстати, в хлореле есть именно та самая В12. Спирулина снижает холестерин. Это сильный антиоксидант. Она улучшает работу кишечной микрофлоры. Поднимает железо и ферритин. Там очень легко доступны биогенные формы железа. Спирулина просто необходима при беременности, при кормлении грудью, при иммунодефиците, при восстановлениях после различных болезней, для укрепления иммунитета. Она выводит лишнюю воду из организма. Эффективно сжигает жир. Она питает организм многими микро и макроэлементами. Спирулина рекордсмен по содержанию белка до 68% на 100 грамм продукта. Скажем так, это в три раза больше, чем из мяса любого. И, главное, в ней есть все незаменимые аминокислоты, все 8 из 8, включая любимый диетологами метионин. Название метионин произошло от слова «мид мяса». Так вот в спирулине этой аминокислоты на 100 грамм продукта больше, чем в мясе. Так почему же космонавтам стали водить в рацион спирулину? Вы слышали о тюбиках с едой для космонавтов? Конечно, да. А что в этих тюбиках? Да полностью уничтоженная высокой температурой пища. Вы, наверное, знаете, что при температуре выше 70 градусов происходит полная необратимая дентурация белков, разрушение многих, не всех, но многих витаминов, всех абсолютно без исключения ферментов. Так вот пища в тюбиках, консервах, это убитая долгой и высокой переработкой бывшая пища. В начале, на заре космонавтики, врачи и ученые думали, что проблем тут нет никаких. Какая разница? Они высчитывали все компоненты в еде при исследовании компонентов этой пищи, то есть что, сколько содержит на живой пище. Всегда исследования о составе проводятся на живой пище, если вы не знали. Но не учитывали изменения после термообработки. А потом стали возникать проблемы со здоровьем, ухудшались показатели. Ну, когда космонавты стали проводить вот в таком режиме своей жизни, не день-два при первых полетах, а много дней, недели, даже месяцев. А человек не может жить долго без витаминов, минералов, жирных кислот, хотя бы без небольшого количества живой растительной пищи. Тем более у космонавтов от отсутствия гравитации и при специфических иных их условиях жизни возникает и атрофия мышц, вы об этом слышали, наверное, и разрушение костной ткани, ослабление иммунитета, развитие болезни сердечно-сосудистой системы, почему они так долго потом восстанавливаются, а прилетая, несмотря на то, что они физически там на специальных тренажерах занимаются, в космосе, однако, еле передвигаются. Так вот, и потому ученые искали и нашли спасение, это спирулина. Я бы еще добавил хлорелу, я бы чередовал их, но об этом в конце видео пару слов скажу, поясню почему. Так вот, в 70-е годы было несколько исследований НАСА, были проведены три или четыре крупных исследования, и там пришли к выводу, к абсолютной непреложной истине, что спирулина это один из самых мощных, уникальных продуктов, концентратов, доступных человечеству. Вдумайтесь, по пищевой ценности, один килограмм спирулины заменяет тонну, тысячу килограмм фруктов и овощей. Это немыслимо, но это абсолютно точный научный факт. Это концентрат питательных веществ. Посмотрите на состав. Здесь есть вся группа витаминов В. В1, В2, В3, В5, В6, В8, В9 фолиевая кислота, В12, пусть в неактивной форме, но есть, В17 лайтрил, противораковый сильный витамин, ну и естественно витамины Е, Н, там и другие. Здесь есть практически все микро и макроэлементы. Очень высокая доза селена, мощного антиоксиданта, хрома, меди, который необходим, чтобы не было седины. Кстати, почему седина проходит у тех, кто ест очень большие, высокие дозы спирулины и хлореллы, потому что в них есть много и меди. А главная причина седины – нарушение медного обмена в печени. При дефиците, подчеркиваю, органической формы меди. И хлорофила – это жизненно важные субстанции. Кстати, мое видео о хлорофилле потом непременно посмотрите. Ну и естественно прочие и прочие сотни компонентов. Кстати, на спирулине и хлореле я содержу, и этот эксперимент провожу уже более пяти лет, всю экосистему водоемов, микроозер, ну в образе аквариумов. То есть я создал такие миниатюрные системы, но не в крошечных аквариумах, а там 500 литров, 700 и более, где представлена вся экосистема, по сути, вот озер, водоемов, начиная от микроорганизмов, скажем там, инфузорий и прочих, до следующего звена пищевой цепи. Это дафнии, скажем, которых поедают рыбки. В этих водоемах есть много видов ракообразных, это различные микрокреветки и даже микрокрабы. Это, разумеется, разные виды моллюсков. Это амфибии, например, микролягушечки хименохирусы, чисто водные такие лягушки. А это уже высшие позвоночные животные. Так вот вся экосистема содержится на спирулине и хлореле, что, разумеется, доказывает на 100% из 100, что практически все необходимые питательные вещества там есть. Я об этом потом сделаю отдельное подробное видео, где поясню все нюансы. Полагаю, это будет интересно, не так ли? Напишите, кстати, об этом под видео. Будет ли вам интересно такое видео? Вот об этом в моем эксперименте. Так вот, напрашивается вопрос, хотя ответ уже очевиден. Почему спирулина и хлорелла нужны в наши дни всем разумным людям? Посмотрите мое видео «Лес и почва». В нем я поясняю эту самую страшную проблему современности. Ну, говоря о проблемах с дефицитом питательных веществ, это дефицит, в первую очередь, микроэлементов в почвах, а потому и во всех продуктах, выращенных в почве, даже в органических продуктах. То есть органические, это значит, что там химии нет, но это не означает того, что там есть все необходимые питательные вещества. Нет такого в наши дни быть не может даже теоретически. Почему? Вот в этом видео я все и поясняю. Будет интересно, посмотрите. Ну, ссылка будет в описании, как всегда. Так вот, аспирулина – это концентрат всех питательных веществ в малом объеме. Ну, скажем точнее, примерно 95-96% из всех тысяч веществ и соединений, необходимых для человека в питании. А вот получить практически все можно с помощью трех уникальных продуктов, сочетая их в течение суток. Это фукус в гелеобразной форме натив и только такой, никакой иной, никакой не сухой. Вот это видео о фукусе мое последнее, посмотрите. Это спирулина хлорелла, ну и третий продукт – это сок проростка в пшенице. Но это не обязательно хотя бы первые два. Мое видео «Дисбактериоз» – первая его половина рассказывает об этом подробнее. Спирулину можно и должно применять всем, и детям тоже, с самого раннего возраста, когда вы уже чем-то помимо грудного молока кормите своего ребенка. Под этим видео есть ссылка, где купить самую лучшую спирулину, с подробным описанием под этим товаром, о всех ее свойствах и достоинствах. Итак, как вы уже, я надеюсь, поняли, лабораторно полученные культуры спирулины, то есть выращенная спирулина в бассейнах, в лабораториях, куда в воду, разумеется, чтобы она росла, добавляют разные минералы, естественно, полученные промышленным химическим путем, способом. Это не лучший вариант, и я это не советую. И хорошо, что есть такая сейчас все-таки еще есть возможность, хотя на общем фоне эта продукция менее 1% во всем мире. Однако, я рад вам предложить вот эту спирулину, производство которой находится на берегу озера Чингхай, на высоте 1500 метров над уровнем моря. Это озеро природное, оно окружено горами. На берегу существует только несколько маленьких деревень. Это озеро находится далеко от цивилизации. Оно сверхэкологически чистое место. Из ближайшего аэропорта Куньмина туда ехать более 8 часов. Производство это не кустарное, а официальное, и соответствует международному стандарту АСО, ХСПП. Внимание, предприятие создано на научной и материальной базе китайского правительства. Зона озера охраняется государством, как стратегически важная территория. Еще раз, это озеро находится в удалении от любых всех производств. Это производство сертифицировано по стандартам европейским биоорганик. Я сам потребляю именно эту спирулину и рекомендую каждому из вас тоже ее принимать. А вот сколько, как ее принимать? Но вообще об этом я подробно рассказывал в моем видео как раз дисбактериоз, первой ее части. Также вы можете прочитать об этом на моем сайте nadgar.ru, по ссылке, зайдя вот на этот товар спирулина. Она есть в порошке и есть в таблетках. Мне лично удобнее в таблетках. Проглотил запилы водой. Кстати, прессуются они без добавления всяких там химических веществ. Чисто технологий высокого пресса. Все. Кстати, я очень рекомендую всем тем людям спирулина, у кого высокие умственные нагрузки, у кого ухудшается память, то есть студентам, школьникам, да вообще всем людям. Ну, кроме редкой какой-то индивидуальной непереносимости, чего я никогда не встречал. Рекомендуется принимать до еды. Я считаю, что по определенным причинам не всем людям хорошо принимать до еды. Не буду пояснять сейчас долго почему. Так вот, я советую принимать либо во время еды, либо после еды. Принимать советую 5-10, можно и больше, грамм в день. Желательно 10. 10 грамм в день. Это 20 таблеток. Скажем, два раза в день. По 10 таблеток. Просто глоточком воды запить. Во время еды в середине трапезы, например, прервались. Или в конце приема пищи. Был случай, я помню, человек больной с ПИДом, по моей рекомендации, стал применять комплексную методику лечения, в том числе применять спирулину и хлорелу. Но он ошибся. Это потом выяснилось случайно, когда он мне об этом рассказал. И стал применять не по 10 таблеток, а по 10 ложек. То есть он во много раз превышал рекомендованное. Но самое интересное, он никогда в жизни так легко. Буквально 2 минуты моей рекламы, важной для всех. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru. Посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания. Ну где вы живете и работаете? На радон, радиацию, электромагнитное излучение. И себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Все. Самое интересное, он никогда в жизни так легко, хорошо себя не чувствовал. Еще раз, превышение доз быть не может. Ну кроме каких-то невменяемых, если как некоторые делали раньше, котлеты из спирулины в Китае там и ели, тогда может быть белковое отравление. Помните, там все-таки 68% белка на 100 грамм продукта. То есть это надо учитывать. А так еще один плюс. Никогда не будет дефицит белка, то есть аминокислот и соответственно синтезируемого белка нашими клетками организма. Потому что я напомню, что любая пища, попадая к нам в организм, любые белки растительные, животные должны разбираться до аминокислот, то есть до мономеров, всасываться в тонком кишечнике в кровь. И кровь, это наша уникальная жидкая и соединительная ткань, разносит все питательные вещества, в том числе аминокислоты, до всех клеток нашего организма, где в органеллах, рибосомах и происходит этот сакральный процесс биосинтеза белка, то есть синтеза образования белка для нужд каждой клетки, каждого органа и каждой ткани нашего организма. Так что в пищу, кстати, белки не нужны, а нужны что? Аминокислоты. Потому что белки синтезируются в каждой клетке нашего организма и только так, и никак иначе. А вот любые белки, попадающие в организм, должны еще разобраться до аминокислот. И вот здесь самая большая проблема. Но об этом я рассказываю в таких своих видео, как раздельное питание и с таким ироничным издевательским названием мясо надо есть. Почему издевательским? Ну посмотрите и поймете. А что касается хлореллы, вот что в двух словах. Дело в том, что хлорелла это тоже микроводорсель, пресноводная чисто, в отличие от полусолноватоводной спирулины, которая имеет примерно тот же состав. Она в чем-то менее концентрирована, в чем-то более. Например, B12, она содержит именно активную форму. Это действительно уникальное явление. То есть в растительном мире, пожалуй, единственное. Потому я рекомендую чередовать, например, неделю спирулину, неделю хлореллу, или две недели спирулину принимать, а третью неделю хлореллу. Так вот, дорогие товарищи, и хлорелла, и спирулина лучшие в мире. И это, как я уже говорил, я и лично принимаю, и моя семья. И я делал эксперименты, брал любую разную, испытывал все. И именно пришел к тому, что и сам потребляю, и продаю лучшую в мире и хлореллу, и спирулину. И вы их можете также приобретать, всегда с огромным сроком хранения, на нашем сайте nadgard.ru, по ссылкам, которые будут даны под видео. Ну, а на этом, пожалуй, все. Жду ваши комментарии под этим видео. Делитесь с другими людьми этим видео, ссылочку перекидывайте. С рекомендацией обязательно посмотреть вот это мое видео и другое. Помогите мне в распространении моих видео. И тем самым вы поможете и себе, и вашим близким. Это взаимная выгода наша с вами, в глобальном плане, в плане оздоровления населения. И чтобы у наших детей и внуков было будущее. Имеется в виду светлое будущее. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.